Да просто я в перекор всему ушла всегда. Ну, то есть нужно учиться, я могу не учиться, могу поехать на танцы. Нужно что-то сделать, там, убраться в комнате. У меня сейчас был дикий бардак. То есть если бы вы понимали, насколько я сейчас люблю порядок и как я в детстве его ненавидела, вы бы поняли, что просто в моем теле живут два разных человека. У меня всегда был бардак. И здесь мама говорила, нужно, чтобы комната была чистой. А у меня там просто такой творческий, не знаю, беспорядок был, что прям капец, невозможно было заходить. Там, нужно помыть посуду, я не буду мыть посуду. Сейчас меня, а не вытащить из кухни, б, я за порядок. И просто за порядок до такой степени, что я вот тот самый человек, кто до сих пор там гладит постельное белье, как бы и так далее. Понимаете, когда уже многие современные женщины просто перестали это давным-давно делать. Я понимаю, что я для своих родителей была такой выскочкой, за которой не угнаться. И тут неожиданно я говорю, что, знаете, я в шоу-бизнесе буду работать. В своей семье в городе Кривой Рок, который, в принципе, ну, примерно шоу... А все, что они знают о шоу-бизнесе, это вон телевизор, и там кто-то, короче, в кадре поет. Как ты планируешь туда попасть вообще? Но это же невозможно, это же так не случится. И я понимаю, что они это говорили не потому, что они хотели меня там утопить, или хотели меня, чтобы я во что-то другое пошла. Просто это была единственная сфера, в которой ни мама, ни папа не могли мне ничем помочь, ни брат в том числе. И они так сильно переживали, что я иду туда, где они не смогут мне помочь, что они очень хотели меня от этого оградить. Я более чем уверена, что любая другая сфера, она папиной логики, брата логики, маминой логики, она более подвластна. И поэтому им было бы гораздо спокойнее, если бы я окунулась сразу во что-нибудь другое. А здесь, представьте, в нетворческой семье очень творческая девочка, которая, в принципе, вот там, мама говорит, пойди погуляй. Я говорю, не хочу, мне неинтересно. Пойди там туда-то, не хочу, мне неинтересно. Зато я прихожу в 15 лет и говорю, я буду работать в ночном клубе. И знаете, как я сказала своей маме? Не судите меня, пожалуйста, ни родители, ни дети. Я сказала, что, как бы, приходи у меня сегодня в 2 часа ночи выступление в клубе, мне 15 лет, я напомню. Если ты хочешь убедиться, что я работаю не проституткой, то ты придешь и убедишься, что я танцую, там, шоу, программу, одетая, в костюмах, и все у меня классно. Я занимаюсь танцами. Я ничем плохим в ночное время не занимаюсь, поэтому я не собираюсь оправдываться, почему я работаю ночью. Я с 15 лет зарабатывала деньги. Я с 15 лет могла спокойно своим родителям открывать целиком полностью свою жизнь. Мама приехала, папа не выдержал. Вот за такие даже ситуации мне стыдно. То есть я понимала, что... Это я сейчас думаю, блин, мне было 15. А я просто в 15 себя чувствовала уже так, как будто мне не 15. Но я не могла этого донести до них, что, вы знаете, я себя реально чувствую взрослее. Я не могла как-то своим родителям объяснить, что вот все мои поступки, которые на сегодняшний день делаю, я уже отдаю отчет, что я делаю. А я как бы это говорила с позиции ребенка в их глазах, потому что это для них ребенок. А они мне говорили, что типа, слушай, ну подрастешь, все изменится, давай сейчас сложно подростковый период, просто переболеем. Они же не знали, что я не переболею. Так вот вышло, что по сегодняшний день не переболела.